В истории Кыргызстана многие столетия огромное влияние на общественное и государственное развитие оказывали представительные органы, такие как Совет Аказакалов, Народное Собрание, Институт Курултая. Существование Курултая как государственного института позволяло на протяжении многих веков принимать оптимальные и эффективные решения коллегиального характера, которое в свою очередь являлось составным элементом народовластия. Теперь отдельные общественные организации и активисты предлагают снова вести в стране Институт Курултая на законном уровне. По словам инициаторов, этот инструмент станет эффективным рычагом в контроле работы власти. Раз в год представители народа будут собираться и заслушивать годовой отчет у президента и парламента. Курултай даст очень плодотворные итоги, так как Курултай будет идти не сверху вниз, а снизу вверху, с Аилов, Аилов-Мюту. Начиная от них, потом будет идти к республиканскому Курултаю. Под Курултаем будет народный контроль. Время нужно для этого, чтобы систему ввести. А если система войдет в систему выборов и в систему назначения, то это даст очень хорошие результаты. Отметим, что в Кыргызстане предлагается провести конституционную реформу. В рамках этой работы Институт Курултая может выступить удерживающим фактором перед необдуманными решениями для всех ветвей власти, говорят эксперты. Так как представители от народа будут вести тщательный надзор за деятельностью руководства республики. Предлагается вести Институт Курултая. Это право граждан, которое указано в 52-й статье Конституции, о том, что граждане имеют право участвовать в Курултаях. Курултай должен давать рекомендации, которые должны рассматриваться государственными органами. Теперь предлагается пройти еще дальше, то есть как один из вариантов сформировать двухпалатную, значит, наш законодательный орган. Верхняя палата Курултай или ее дословно можно перевести как собрание народных представителей. Мы, в принципе, тоже в нашей еще недавней истории у нас был двухпалатный парламент, соответственно, СНП и ЗС, законодательное собрание. И, в общем-то, функционировало достаточно неплохо. Основная миссия этого Курултая будет заключаться в том, что она будет давать оценку происходящим событиям, оценку деятельности премьер-министру и в том числе и президенту. Отдельные эксперты говорят, что изначально Курултай имел очень большое значение для народа. Тогда многие представители общин знали друг друга и решение вопросов было эффективным. Однако сегодня другие реалии, поэтому для результативной работы данного инструмента надо разработать четкие критерии. Курултай имел очень большое значение, и многие представители общин знали друг друга. И тогда для решения вопроса было очень эффективным инструментом. Однако на сегодняшний день все представители Курултая знают друг друга, поэтому это может стать спорным вопросом. Отметим о введении инструмента Курултая. В рамках проведения конституционной реформы в Кыргызстане заговорили и российские журналисты. На одном из сайтов России Курултай сравнили с функциями Совета Федерации и Общественной Палаты. Механизм может стать отличным инструментом для формирования истинно народной власти. Проведение Курултая поддерживает и исполняющие обязанности президента премьер-министр Садыр Джапаров. По его словам, инструмент даст возможность для истинно народного контроля над властью. Отметим еще в феврале текущего года отдельными депутатами Джигур Кукинеша на общественное обсуждение был вынесен законопроект о народных Курултаях, который устанавливает порядок формирования и проведения Курултаев, являющихся исторической традицией кыргызов. Айтолкун Сулпуева, Чингистан Пеков, Алтайр Бешкек.